Всем здравствуйте. Александр Стефанович покинул мир внезапно, что потрясло его знакомых. После себя режиссер оставил не только культурное наследие, но и несколько объектов недвижимости. 76-летний Александр Стефанович ушел 13 июля, не справившись с коронавирусом. Разумеется, новость потрясла многих поклонников искусства, ведь режиссер внес огромный вклад в развитие кино и эстрады. Как выяснилось, за годы творческой деятельности постановщик успел заработать на несколько объектов недвижимости. На него был записан дом в деревне Власива Волоколамского района. Изначально недвижимость была куплена для матери режиссера Едвиги Стефанович. После нее имущество перешло самому постановщику. Также у режиссера есть квартира недалеко от Патриарших прудов в Спиридоневском переулке площадью 102 квадратных метра. Кадастровая стоимость этих апартаментов порядка 35 миллионов рублей, но на самом деле недвижимость может стоить на рынке в три раза дороже. Все дело в очень удачном расположении в центре столицы. А вот крупных накоплений, по информации журналистов, у Александра Борисовича не было. В последние годы постановщик мало работал, что сказывалось на уровне его доходов. Пока неизвестно, кому достанутся эти объекты. Дело в том, что у режиссера не было жены и детей. После развода с Аллой Пугачевой, который был оформлен еще в 1981 году, постановщик несколько раз пытался облести личное счастье. Однако ни один его роман так и не закончился свадьбой. Напомним, что именно Стефанович приложил руку к созданию имиджа Примадонны. В короткий период брака с Аллой Борисовной режиссер успел заметно повлиять и на ее сценический образ, и на позиционирование звезды в прессе. Однако о том времени и Пугачева, и Степанович всегда говорили с неохотой. Бывшие влюбленные расставались со скандалом, после чего практически не общались. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.